Продолжаем с тобой обсуждать район Истамбула и сегодня расскажем про районы в азиатской части, пригодные для постоянного проживания, в том числе и для ВНЖ. Ты на канале Труппи Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, первый район азиатской части это район Аташихир. Этот район считается элитным для проживания и район застраивается элитной недвижимостью, которую покупают обеспеченные местные и иностранцы с целью инвестиций или постоянного проживания. Аренда здесь высокая. Район застраивается высотками, торговыми и бизнес-центрами. Транспортное сообщение здесь развито слабо, так как местное правительство считает, что люди, покупающие дорогую недвижимость, имеют свои автомобили и поэтому большее внимание уделяют именно парковочным местам. Район от центра Стамбула расположен далеко. Подходит для проживания для граждан с неужатым бюджетом. Туристу останавливаться в этом районе совершенно ни к чему. Это будет очень удобно. Район Бейкос. В районе открывается выход в Черное море. Район этот уютный и красивый, с развитым транспортным сообщением и социальной инфраструктурой. Помимо высотных домов здесь много малоэтажных застроек. Из достопримечательностей здесь имеются древние крепостные стены и гробницы, а также польская деревенька Полонискёй. В районе небольшое население, всего 240 тысяч человек. Он комфортен для постоянного проживания. Район Кадыкёй. Район с очень развитой инфраструктурой. Здесь много разных магазинов, торговых комплексов, баров, кафе и ресторанов. Что не дом, так торговый центр. Район этот рай для шоппинга. Имеется набережная для прогулок. В районе расположен пристан Кадыкёй, откуда можно добраться, например, до Принцевых островов. Многие местные и туристы едут в район для посещения местного оперного театра. Район удобен, чтобы остановиться и туристу, особенно для тех, кто в Стамбуле не впервые. И прекрасен для постоянного проживания. Цены на жилье здесь умеренные. Район Мальтепе. Этот район раскинулся на северном берегу Мраморного моря, прямо напротив Принцевых островов. Раньше этот район служил местом отдыха в загородных особняках зажиточных горожан. Но после возведения Босфорского моста район стали активно застраивать и превратили его в уютный и благоустроенный район для жителей среднего класса и молодоженов. Здесь достаточно много иностранцев. В районе периодически возникает сейсмическая опасность. Последнее землетрясение было в 1999 году. Тогда район понес большие потери. Но, несмотря на это, район пользуется спросом среди иностранцев и местных жителей. Архитектура района сложена из современных жилых комплексов и малоэтажных домов. Здесь много различных магазинов, кафе и ресторанов. Район удобен для постоянного проживания. Цены на недвижимость варьируются от умеренных до высоких. Хотя мне этот район вообще не впечатлил. Меня, кстати, тоже не впечатлил. Как-то он выглядит, как пригород Москвы какой-то. Ну, его любят почему-то. Не знаю. Ну, так-то там он благоустроенный. Ну, это дело вкуса. Нам нравятся малоэтажные домики. Многие любят жить среди высоток. Напиши в комментариях, тебе нравится Мальтепа? Ну, и раз уж ты там уже внизу в комментариях, можешь сразу лайк поставить и подписаться. Так, район Пендик. Этот район крайне благоустроен с множеством торговых точек с торговцами, магазинами на любой вкус, кафе и ресторанами, длиннейшей набережной для прогулок. Архитектура состоит в основном из малоэтажных домов и ситы. Такие жилые комплексы малоэтажные. Очень зеленый, похож на отдельный пригород. Однако транспортное сообщение здесь не сильно так распито. До центра можно добраться на Мармарае с пересадкой в метро. Дорога займет около 45 минут. Здесь проживает очень много иностранцев и часто слышна русская и украинская речь. Мы, кстати, были там, нам понравился район. Очень симпатичный. Симпатичный, как курортный городочек. Комфортен для проживания на длительный срок или на постоянной основе. Недвижимость как для покупки, так и для аренды здесь недорогая. Туристу здесь можно недорого арендовать жилье для тех, кто готов тратить время на общественный транспорт. Район Сан-Джек-Тепе. Тихий и спокойный район в глубине азиатской части. Не густо населен и расположен далеко от центра. Район представляет обычный спальник без каких-либо достопримечательностей. Однако благоустроен как в социальной сфере, так и в сфере транспортного сообщения. Район удобен как с точки зрения постоянного проживания, так и недорогих цен на жилье. Район Тузла. Район Тузла находится в самой восточной части Стамбула на мысе Мраморного моря, сразу за аэропортом Сабихикикчен. Малонаселенный, спокойный, с размеренной жизнью район. Архитектура представлена малоэтажными домами в европейском стиле 19 века. Здесь по-прежнему ведется сельское хозяйство и рыбный промысел. Но основная деятельность округа – это судостроение, поэтому здесь расположены многочисленные судоверфи и доки Тузлы. Из развлечений – прибрежный комплекс «Виапорт Марина». Это и пристань с шикарными яхтами, и торговая площадка для шопинга, и огромный фудкорт, и зона отдыха для детей и взрослых. Недвижимость здесь недорогая. Если выбирать этот район для постоянного проживания, нужно учесть, что он расположен близко к аэропорту, и могут быть слышны звуки летящих самолетов. Район Умрани. Согласно решению Стамбульского арбитражного центра, район Умрани признан самым чистым и благоустроенным округом города. Сюда съезжаются местные жители проводить выходные, устраивая пикники. Умрани – очень быстрорастущий район, с хорошей недвижимостью и развитой инфраструктурой. Аренда здесь недорогая. Пока недорогая. В Умрани очень хорошо развита транспортная сеть. Архитектура представлена как современными жилыми комплексами, так и малоэтажными домами. Много частных домов, много парков и скверов для прогулок. Огромное количество магазинов и небольших торговых комплексов. Из достопримечательностей самые знаменитые – это мечеть Умрани и Меркес и холм Чамлыджа, с которого открывается незабываемая панорама на город. Он удобен для постоянного проживания. Для туриста же будет далековато до центра города. Район Ускюдар. Пожалуй, это мой любимый район. Ускюдарушка. Ну, один из моих фаворитов. Район Ускюдар очень привлекательный. Расположен на границе Босфора. С европейской зоной Стамбула сообщается посредством Большого моста. Здесь есть пристани с паромами, на которых очень удобно добираться до самого центра Стамбула. 30 минут – это и в центре. Есть набережная с огромным количеством кафешек и ресторанов. Архитектура района представлена малоэтажными домами и невероятной красоты коттеджами и малоэтажными жилыми комплексами. Опять же, какие 30 минут на пароме, по Босфору. Торговые улицы с разными магазинчиками. Район похож больше на курортный городок, чем на отдельный район самого Стамбула. Недвижимость здесь от умеренной до высокой. Из достопримечательностей здесь находятся мечети Мехримак, и Валиде, Девичья башня и многие другие. Древнейшее местное кладбище Карка Ахмед, куда приходят туристы поглазеть. Вообще, Ускюдар – это кладезь различных мечетей. Здесь их больше 200 штук. Если оказаться в районе Ускюдар, то обязательно стоит прогуляться по уютному кварталу Кускунжук. Сериальный квартальчик? Да. Там все сериалы турецкие снимаются. Если ты смотришь турецкие сериалы, то знай, они там снимаются. Район очень благоустроен с развитой транспортной сетью. Удобен для постоянного проживания и для остановки туриста, так как на пароме до центра города добраться не составляет никакого труда. Отсюда же отходят и паромы для прогулок по Босфору. Всего за 50 лет. Район Шеле. Ох уж этот Шеле. Расположен в некотором отдалении от шумного Стамбула. Дорога от метрочек Микой на маршрутке занимает 1 час. Сюда приезжают местные, чтобы отдохнуть от шума и суеты и понежиться на пляже, посидеть в морских ресторанчиках. Шеле напоминает небольшой курортный пригород, где жизнь замерла и сосредоточилась на размеренном отдыхе у моря. Район очень зеленый. Везде вокруг цветы, особенно очень много роз. Архитектура представлена малоэтажными и частными домами. В нем имеется огромное количество ресторанов и кафе с видом на море. Шеле имеет длинную и насыщенную историю, какие только народы не вели за него войны. Район очень благоустроен и наполнен своей уютной атмосферой. Очень тихий и спокойный, и там очень мало иностранцев. Добраться до него можно с помощью маршруток и автобусов. Из достопримечательностей в нем имеется действующий маяк Шеле и крепость Шеле. Главное море, прекрасное море. Да, и крепость Шеле особенно прекрасна в вечернее ночное время. С подсветочкой. Да, вот у меня, наверное, Шеле все-таки фаворит. Мне Шеле тоже нравится. У меня вот несколько райончиков делят. Ну, у меня вот тоже так, если смотреть, то несколько районов. Я бы хотела, чтобы там, там, там. Если сложить какой-нибудь бюджетный удар, Чикмикой, Шеле, так вот вместе в один район, получился бы идеальный район. Для постоянного проживания Шеле это рай. Если тебе не нужно постоянно мотаться в другие точки города, то там осесть это вообще самое то. Для туриста он особенно удобен летом, для пляжного отдыха и стоимость недвижимости здесь умеренная. Район Чикмикой. Это центральная часть азиатского Стамбула. Глубокий спальник. Архитектура представлена в азиатском стиле малоэтажными домами и жилыми комплексами. Высоток в этом районе достаточно мало. Малонаселенный район очень благоустроен с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Находится далеко от центра Стамбула. Спокойный район с большим количеством магазинов. Иностранцев здесь очень мало. Район прекрасно подходит для постоянного проживания. Цены на недвижимость здесь от низких до умеренных. Ну вот в общем-то и все районы, на наш взгляд, подходящие для проживания в азиатской части Стамбула. Если у тебя возникли какие-нибудь вопросы, пиши их в комментариях, мы обязательно ответим. Раз уж ты там внизу, то можешь сразу поставить лайк и подписаться на наш канал. Обняли-подняли, немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.